А накануне Международный суд ООН в Гааге вынес промежуточное решение по иску Украины против России. Обращение к Фемиде официальный Киев подал еще в январе. В нем украинская сторона обвинила Москву в нарушении двух международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Доводы обеих сторон суд выслушал поочередно в марте, а накануне подтвердил, что поданный Украина иск в его юрисдикции, но обращение Киева удовлетворил частично. Постановил, что России необходимо пересмотреть решение о запрете Меджилиса и удержаться от ущемления прав крымских татар. Но Фемиде не хватило доказательств, чтобы ввести меры против Москвы за финансирование терроризма. В то же время суд призвал обе стороны выполнять минские соглашения, а уже в мае суд предоставит график, по которому будет рассматривать дело по сути. Украинская сторона осталась довольна даже таким сдержанным решением. Все боялись, что не будет прямая фаза юрисдикции. Суд признал, что она есть. Суд признал наявность порушений. Суд даже признал, что наявность этого спора никак не пороскоржает минскому процессу. И что стороны могут продолжить минский процесс и судовый рассмотр как обязательства параллельно. И никто ничего не лимитировал нам. Поэтому для нас это решение действительно очень позитивное, особенно с тем, что россияне просили вообще отвернуть наши требования и не принимать решения.